Добрый вечер! В прямом эфире программа Телемикс Новости. В студии Елена Карпенко. Смотрите сегодня в выпуске. Работу наркопритона пресекли сотрудники полиции в Уссурийске. Ранее судимая местная жительница предоставляла свою квартиру на Краснознаменной для употребления запрещенных веществ. Подробности смотрите далее. Момент задержания. Сотрудники полиции заходят в один из бараков на улице Краснознаменной. По их информации, здесь расположен наркопритон. Сразу становится ясно, ошибки нет. На столах стеклянные колбы, трубки, пакеты и свертки из фольги со следами наркотиков. Наши сотрудники задокументировали факты, подтверждающие противоправную деятельность жительницы Уссуриска. Сотрудники полиции установили, что нигде не работающая, ранее судимая, 48-летняя гражданка, более 20 лет страдающая наркотической зависимостью, систематически предоставляла свою квартиру наркозависимым гражданам для употребления наркотиков и психоактивных веществ. В отделе полиции женщина дала признательные показания и рассказала, что предоставляла свою квартиру для употребления наркотиков, а взамен получала от посетителей притона дозу для себя и своего 23-летнего сына. В отношении дознания отдела МВД России по городу Уссуриску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Расследование продолжается. Виктория Калинина, Телемикс. Сел нетрезвым за руль, будь готов распрощаться с водительским удостоверением, а еще и штраф приличный заплатить. Закон в отношении таких нарушителей суров, однако автомобилисты нашего округа часто приступают к черту. Потому практически еженедельно сотрудники госавтоинспекции отправляются проверять рулевых на наличие промилле алкоголя. В один из рейдов отправилась и наша съемочная группа. Глуховка – одно из сел округа. И именно здесь работает наряд дорожно-патрульной службы. На нашей территории проходит профилактическая операция «нетрезвый водитель». Задача инспекторов – выявить такие нарушения. Опыт показывает слишком уж часто. Выпившие автомобилисты стали садиться за руль. В деревнях частенько люди надеются на то, что сотрудников ДПС мало здесь патрулей. И поэтому позволяют себе выпить, скажем так, лишнего и сесть за руль. Ездим по деревням, остановим транспортные средства. При беседе с водителем смотрим на поведение, запах алкоголя изо рта, как реагируют. Сотрудники госавтоинспекции нетрезвых водителей вычисляют очень быстро, ведь каждый рулевой понимает, что приступает закон. И, конечно же, при виде стражей порядка на дорогах возникает паника. А дальше череда нелепых поступков, которые и указывают, что нарушение имеется. Практически каждую неделю люди в погонах отправляются проверять водителей на состояние опьянения. И всегда несколько нарядов работают в деревнях. Операция «нетрезвый водитель» проходит. Хорошая операция. Закон к нетрезвым водителям очень суров, что пугает не всех автолюбителей. И в нашем городе есть особые отличившиеся, которые при неоднократном лишении все равно садятся пьяными за руль. Главную опасность такие люди несут другим участникам дорожного движения. Это лишение водительского удостоверения от полутора до двух лет со штрафом 30 тысяч рублей. Также, если водитель откажется от прохождения медицинского освидетельствования, у него тоже наступает ответственность со штрафом 30 тысяч рублей, либо лишение водительского удостоверения от полутора до двух лет. При этом всегда машину отправляют на арестплощадку. Злостные нарушения – это повторное вождение в нетрезвом виде. Уже при отсутствии прав караются гораздо строже. Такие дела переходят уже в категорию уголовных. И штрафы там всегда существенные. Купальный сезон в Уссурийске открыт, однако мест для плавания в черте города нет. Запрещающие знаки уже установлены на излюбленных и всем известных местах. В воду нельзя заходить на Солдатском озере, на озере Лотосов в Дубовом ключе. Табу распространяется на берег реки Карауновки рядом с базой отдыха «Фрегат», на реку Комаровка в районе базы отдыха «Южный», а также на водоем рядом с базой отдыха «Благодать». Сроки купального сезона с 15 июня по 15 сентября. Специалисты настоятельно рекомендуют уссурийцам не пренебрегать правилами и позаботиться о своей жизни и здоровье. Ведь при несчастном случае каждый сам несет за себя ответственность. Самая большая причина – это отсутствие спасателей. Ведь от несчастного случая никто не застрахован. А спасателей, как правило, нет на водоемах купательных. У нас в уссурийском городском округе 37 сел, и в каждом селе есть излюбленные места для купания. Поэтому, как правило, там купание на всех этих местах запрещено. Поэтому начальники территорий в преддверии купального сезона проводят со старостами, с Советом общественности беседы, раздают памятки населению, ставят в местах купания таблички, где написано, что купание запрещено. Вот таким способом мы оберегаем людей. Вот несчастный случай. Ледовая арена имени Романа Клиза закрыта для посетителей. Спортивный объект готовится к капитальному ремонту. А вот второй крытый каток, напротив, начинает принимать всех желающих. Возобновляются свободные катания. Подробности в нашем материале. Ледовая арена имени Романа Клиза опустела. В чаши топится лед, а раздевалки закрыты. Спортивный объект готовится к новому учебно-тренировочному сезону, перед которым крытый каток ждут серьезные преобразования. С 14-го числа, с 14-го июня мы начали подготовительный этап ремонтных работ. То есть сейчас ледовая арена уже топится. Подготавливаются определенные материалы для дальнейшего произведения большого ремонта. То есть у нас входит в планах, мы хотели бы отремонтировать кровлю в нашем учреждении, так как за 14 лет эксплуатации данного объекта ни разу не проводился капитальный ремонт. Тренировочный процесс активно идет на второй ледовой арене «Олимп». Открытый каток функционирует в обычном режиме, а с 20 июня возобновляется свободное катание для всех желающих. Пока утверждено открытие проката коньков и льда по воскресеньям. Также вы можете принять участие в опросе на официальной страничке инстаграма ледовой арены. Необходим или нет жителям нашим прокат в будние дни. Первых желающих на «Олимпе» готовы принять в это воскресенье начало свободного катания с 10.30 утра. Последний сеанс с 15 до 16 часов. Прийти можно как со своими коньками, так и взять в прокат на ледовой арене. Наталья Зайцева, Роман Адонин, Телемикс. Новый этап туристического кэшбэка начнется в России с завтрашнего дня и продлится до 31 июля. Такие сроки назвал Ростуризм. В путешествия по купленным турам можно отправиться с 1 октября и вернуться до 24 декабря следующего года. При этом условия самой программы останутся прежними. Сумма возврата 20% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Напомним, что туристический кэшбэк начисляется только за поездки по России, которые оплачены картой МИР. Возврат на пластик поступает автоматически в течение пяти дней. Программа распространяется на услуги туроператоров и гостиниц, согласившихся на участие. Перечень представлен на сайте мирпутешествий.рф. Незнание правил дорожного движения приводит к аварии. Велосипедисты тоже должны передвигаться согласно нормам и законам. А вот как обстоят дела с детьми на великах, узнаем в нашей постоянной рубрике «Телеконсультант». Здравствуйте, купили ребенку, школьнику велосипед. Расскажите, пожалуйста, с какого возраста разрешено ездить по городу? Ну и какие существуют правила для детей-велосипедистов? Напоминаем детям о том, что управлять велосипедом, согласно правил дорожного движения, разрешено только с 14 лет. До 14-летнего возраста дети управляют велосипедами, самокатами, роликами в парках, где территория загорожена и нет доступа автомобиля. То есть во дворах домов у нас тоже небезопасно. На прошлой неделе тоже был совершен наезд, именно во дворе дома мальчик управлял велосипедом, в результате получил травмы. Поэтому управляем велосипедами, самокатами, роликами только там, где территория загорожена и нет доступа автомобилям. Управлять велосипедом также можно до 14-летнего возраста по тротуарам. С 14-летнего возраста мы управляем уже, можно, разрешено управлять по дорогам общего пользования, зная определенные правила дорожного движения. Во многих случаях родители даже не знают, допустим, как вот у нас на прошлой неделе было совершено дорожно-транспортное происшествие, ребёнок взял у друга велосипед, родители даже не знали об этом и просто решил прокатиться. В результате наезд, в результате ребёнок находится в больнице. Управлять велосипедом с 14-летнего возраста разрешено по дорогам общего пользования, придерживаясь правой стороны проезжей части. Госавтоинспекция обращается к родителям, пожалуйста, в период летних каникул, когда дети находятся большую часть времени на улице, напоминайте, пожалуйста, о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Впереди вас ждёт короткая реклама. Оставайтесь с нами, вскоре вы увидите. Атмосферный фронт. В крае пасмурная переменчивая погода сохранится до выходных. Лучшее звено пожарная бригада города показала отличный результат на соревнованиях. Сборы автолюбителей, желающие, увидели классический японский автопром во всей красе. Здесь победа. Результат сознательного решения. Ударь в колокол три раза. Положи шлем на землю. Ты закончил. Тебя когда-нибудь так испытывали? Никогда. И Эрик Банн. Мне плевать. Мне по хрену. Военный триллер «Уцелевший». Смотрите 15 июня в 21.00 на канале Телемикс. Агентство недвижимости «Метражи». «Умное решение». Весь июнь в магазинах «Тома. Дома» скидки до 30% на сковороды и формы для выпечки. Сеть магазинов товаров для дома «Тома. Дома». Вы смотрите вечерний выпуск программы Телемикс новости. Продолжаем. Переменчивую погоду обещают синоптики на этой неделе в Приморье. В Уссурийске в основном пасмурно, а средняя температура воздуха плюс 18. По ночам до 14 выше нуля. Все это влияние охотам морского антициклона, который и принесет прохладу в четверг. Характер погоды начнет меняться, но не в лучшую сторону. К западным границам края подойдет атмосферный фронт. В пятницу в наш округ нагрянут дожди, которые продлятся вплоть до воскресенья. Возможны даже грозы. Это же касается обстановки во всем крае, потому планировать выходные лучше дома за просмотром любимых фильмов. Победителей соревнований «Лучшее звено» газодымозащитной службы у сурийских пожарных встретили на железнодорожном вокзале. Сотрудники МЧС нашего города состязались со спасателями со всего Дальневосточного федерального округа в Хабаровске. На железнодорожном вокзале руководства главного управления МЧС России по Приморью коллеги, друзья и родственники встречают победителей у сурийских пожарных спасателей, которые вернулись с Хабаровска в соревновании «Лучшее звено» газодымозащитной службы, где заняли первое место. Следующий этап будет проходить в Москве, где мы также надеемся и будем болеть за нашу команду. И будем очень надеяться на то, что она займет призовые места. В команде у нас четыре человека. Это лучшие газодымозащитники Приморского края из города Уссурийский. Команда прошла много ступеней отбора. Соревнования проводились на уровне пожарных частей, гарнизонов и края. Везде уссурийцы занимали первые места. Соревнования были проведены на хорошем уровне. Ну и в бескомпромиссной тяжелой борьбе мы стали первыми. Мы ехали туда только за первым местом. Поэтому, я думаю, мы знали, что мы их проведем. Газодымозащитники – это люди, которые специально обучены тушить пожары там, где невозможно дышать и сложно что-либо разглядеть. Их работа особо опасна. В боевой одежде и аппаратах защиты органов дыхания с уверенностью и знанием дела огнеборцы выполняли сложнейшие этапы соревнований. Виктория Калинина, Телемикс. Уссурийцы вместе со всей страной отметили День России. Праздничные концерты и гуляния прошли в округе. Наша съемочная группа побывала во Дворце культуры «Дружба», где зарядилась настроением от творческих коллективов и полюбовалась работами народных умельцев. Концертная программа творческих коллективов порадовала жителей города в День России на уличной сцене Дворца культуры «Дружба». Патриотические песни и танцы увидели уссурийцы. Среди участников номеров – танцоры и певцы разных возрастов, самым юным из которых было по 7-8 лет. Это патриотический праздник, который отмечает вся страна. Это День России. Мы его отмечаем регулярно. Каждый год мы устраиваем масштабные мероприятия. Будут как хореографические выступления, так же вокальные выступления, номера будут. Ну и у нас квестовые игровые программы предусмотрены сегодня для всех желающих. Параллельно с концертом горожане увидели выставки работ мастеров декоративно-прикладного творчества. Фотозоны, где каждый мог сделать фото с семьей. А еще можно было украсить себя аквагримом с бело-сине-красным триколором. «Россия, будь всегда красивой, доброй и счастливой. Просто будь». День России – это День Единства. В этот день отмечаем и вспоминаем о своей родине, о своей стране. Потому что важно знать, где ты живешь, и важно помнить о своих корнях, о своих началах. «Это очень важный праздник, потому что это же День нашей Родины, День нашей страны, которая нас оберегла. Этот праздник для меня очень важен». Выступления коллективов в этот день прошли на трех площадках. В сквере на Ленинградской, на Стаханово в районе Сахпоселка. И завершение концертной программы прошло на прилегающей территории Дворца культуры Дружба. Владислав Нам, Алексей Шаповалов, Телемикс. 60 лет исполняется Валентину Жгунову, человеку, который поднял уссурийский спорт на новый уровень. Но предпраздничные хлопоты – это не для него. Валентин Григорьевич работает. Сейчас он тренер футбольной команды. Наша съемочная группа пришла поздравить юбиляра. Всю жизнь на спортивном поприще провел Валентин Жгунов, директор спортивного комплекса «Строитель», стадиона «Патриот» и заместитель директора ледовой арены. Ныне футбольный тренер. Этим стал известен уссуриец. А еще у Валентина Григорьевича юбилей – 60 лет. Из них большую часть отдал развитию спорта в округе. Девять, десять. Пошли, 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 пошли. Быстрее. Юра, Юра, быстрее. Всегда был занят. Спортивные объекты города строились под его руководством. Иногда даже сам брался за инструменты. За карьерой отца всегда наблюдал сын Константин. По стопам Жгунова-старшего младший тоже занялся спортивной работой. Причем понял, чем хочет заниматься в совсем еще юном возрасте. Он был директором строителя. Сейчас это ДВФУ, спорткомплекс. Я в нем, можно сказать, вырос. С утра до вечера он был там. То есть вся моя жизнь прошла вместе рядом с отцом. А это были спортивные всякие разные мероприятия, соревнования. Несмотря на свои 60, Валентин Жгунов в полном расцвете сил. Лично воспитал несколько поколений футболистов. Нам раскрыл секрет своей отличной формы. Зарядочка утром. Зарядка. И дети не дают. Дети, двигаясь с ними. В таком возрасте я еще двигаюсь и занимаюсь. Все приемы на поле мальчишкам тренер показывает сам. Разрабатывает тактику, демонстрирует способы ведения мяча, обмана соперника. Команда только пополняется. Начинающие футболисты стремятся попасть именно к Жгунову. Ведь он профессионал. Дети своего наставника любят и уважают. Я хожу к нему недавно, где-то год. Он нас учит, как играть в играх. Показывает на тактике, то есть на поле. Показывает расстановку. Ну, такой не строгий так-то, можно так сказать. То есть, бывает, ругает вас. Да, да, да. И это тот случай, когда порой за строгостью скрывается доброта и горящее сердце. Именно спорт, по мнению Валентина Жгунова, делает человека целеустремленным, решительным и, главное, здоровым. Напоследок юбиляр пожелал всем уссурийцам найти тот вид активности, который придется по душе. Массовая встреча автомобилистов прошла в Уссурийске. Все желающие могли посмотреть на машины классического японского автопрома. Наша съемочная группа не могла остаться в стороне и посетила масштабные сборы. Самая массовая автосходка за последнее время прошла в Уссурийске около Солдатского озера. Свыше 30 автомобилей не только эпохи GDM 80-90-х годов, но и современного машинопроизводства Японии расположились на закрытой парковке. Но желающих оказаться в центре внимания и показать свою технику было еще больше. Большим удивлением было найти среди необычных иномарок отечественную пятерку. Сам водитель Жигули говорит, что когда по городу едет Жига, это вызывает восторг и недоумение. Она выступает на всех автомобильных соревнованиях в плане автозвука, занимает первые места. И это, то есть, демокар, моя тачка. Она мне уже лет 6, наверное. Каждый год какие-то доработки в ней. Ну, по итогу сейчас она в таком виде, в котором вы можете ее видеть. Также на сходке присутствовали и представители старого олдскула. Хонда Цивик в первом поколении 70-х годов, АЕ-86, она же Хачироку, икона дрифта 20-го века, и Сильвия С-13 пятого поколения, которую производили до 94-го года. Одними машинами события не ограничилось. Файер-шоу с огнеметом, музыка, бесплатные напитки и хот-доги от организаторов акции. Закончилась автосходка с салютом. В будущем планируют провести еще такие сборы. Ведь многим жителям и гостям города они пришлись по душе. Владислав Нам, Алексей Шаповалов, Телемикс. Эксклюзивные товары для дома и выгодные акции. Магазин «Тома дома» открылся в Уссурейске. Все для обустройства своего уютного гнездышка вы сможете найти на краснознаменной 184А. В числе первых посетителей новой торговой точки оказалась и наша съемочная группа. Есть! Магазин «Тома дома» торжественно открыт. Теперь у сурийцам доступны более 3000 товаров, в том числе уникальных для нашего города. Разнообразие моделей и расцветок сразу оценили первые покупатели. Долго искала цветочные горшки по всему городу и даже в Владивостоке не могла найти. Сюда зашла и сразу увидела то, что мне нужно. Ну вообще товар интересный. Приметы интерьера понравились. Прошли, посмотрели, купили. Посуда, не знаю, что ли. Шторки, кстати, недорогие, хороший выбор. А заплатить на кассе можно еще меньше, чем указано на ценнике. В магазинах «Тома дома» действует целый спектр приятных предложений. В нашем магазине ежемесячно проходят акции. Можно приобрести товары для дома со скидкой до 30%. В этом месяце у нас проходит акция на сковороды и форму для выпечки. И это еще не все. Например, есть накопительная бонусная карта, которая действует во всех магазинах мебельного центра. Это салон «Народной кухни», федеральная сеть «Азбука мебели» и магазин «Эго» с элитным сегментом. Приходите на краснознаменную 184А и создайте уют в своем доме. На этом у меня пока все. В студии работала Елена Карпенко. Сюжеты вы также можете увидеть на нашем сайте телемикс.тв и профиле сети Instagram. А в 21.00 на канале Телемикс смотрите художественный фильм «Уцелевший».